Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим актуальное обновление стоковых приложений для смартфонов Xiaomi. Некоторые из них будут вытянуты из HyperOS 2, а некоторые из HyperOS 1.1. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Получается, будем улучшать с вами, как и обычно, глобальную версию прошивки. У нас подопытным выступает Xiaomi 14 с обновлением 1.1.3. Да, с одной стороны вы мне можете сказать, ведь прошивка новая, для глобального рынка в принципе ничего новее нет. Но как бы то я вам хочу отметить, что есть куда улучшить это устройство, да и в принципе как бы то HyperOS. Хоть выход HyperOS 2 наделал много шуму, об этом мы уже с вами общались, но по сравнению с предыдущими годами много-то этих стоковых приложений не вытянуть, да и не поставить. Вот многие там пытались поставить шторку себе на свой Xiaomi и попробовать там новую анимацию какую-то и в принципе как оно все будет выглядеть. Но увы и ах, если вы накатите на глобальную прошивку обновление шторки из HyperOS 2, то вы получите проблему с работой своего смартфона, в частности это цикличная перезагрузка. Потому 300 раз подумайте перед тем, как что-то устанавливать. Ну а все сегодняшние приложения, они будут безопасными, протестированы лично мною и опубликованы в нашем телеграм-канале. И как раз ссылка на все это добро будет в описании под этим видео. Первое, с чего с вами начнем, это обновление рабочего стола. Я получается за последнее время особо не пулял этих обновлений, потому что устанавливая на Xiaomi 14, у меня постоянно была ошибка. А вот новая версия, которая выходит от 4 ноября этого года, она реально улучшает работу смартфона Xiaomi. Сразу я вам демонстрирую это в прямом эфире, когда мы с вами выходим на рабочий стол, никаких дополнительных ошибок нам не вылезает. И хочу отметить, что за время теста всего этого дела, версия эта очень и очень приятная. Приложения открываются молниеносно, в целом у меня нет никаких нареканий на работу тех же самых анимаций, потому что реально все было, так знаете, подпилено, допилено до того момента, когда это реально можно использовать. Получается, все у нас отлично работает при открытии папок, как больших, так и маленьких, как при переходе между приложениями. Открытия недавних, и вообще вы можете заметить, что действительно кайф для глаз у нас с вами такой получается, когда анимации не дерганые, не рваные, ну и тому подобное. Если вас интересует еще вопрос по настройкам рабочего стола, то тут также есть у нас определенные нюансы. В частности, если у вас устройство поддерживает по умолчанию вот такой пункт, как жест вниз по рабочему столу, и у вас активирован поиск приложений, и кстати на канале я об этом уже рассказывал, вы таким свайпом это все дело вызываете, после чего вводите какой-нибудь запрос, и дальше у вас еще проявляется AI-помощник, ну или же такой искусственный интеллект в качестве ответов. Все это дело также можно поставить с помощью обычного обновления приложения ленты виджетов, и кому интересно, также всю эту тему оставлю в описании. Больше сверх такого ничего по настройкам рабочего стола я не заметил, ну за исключением того, что пропала сетка рабочего стола. Ну я имею ввиду, что у нас теперь их только две, это стандартная и такая полная или же расширенная. Иконки чуть-чуть у нас поменялись в размерах, но опять же все это дело можно обратно будет накрутить и изменить, как вам это удобно. Следующая тема, которая также вас заинтересует, это обновление стокового диктофона и появление там расшифровки с помощью искусственного интеллекта. Но если вы просто поставите проложение у диктофона, которое вы сейчас увидите на своих экранах 6.1.32, то не факт, что у вас еще проявится эта самая расшифровка. И для дополнительной этой всей темы необходимо будет поставить AI-субтитры, которые также находятся в нашем телеграм-канале, в том же посте, из которого я показываю вам все сегодняшние проложения. Мы получается с вами обновили проложуху диктофон, сразу получаем видоизмененную кнопочку под стиль HyperOS 2, далее на нее нажимаем и смотрите, сразу у нас по умолчанию происходит AI-распознавание голоса. Давайте мы с вами выберем русский язык и получается в моменте, когда я вам это все рассказываю, у нас параллельно система будет определять наш голос. Да, это очень удобно, да, это интересно, ну и в какой-то степени необычно. И я так еще понимаю, что в дальнейшем разработчики будут только лишь добавлять количество голосов, которые он сможет расшифровать. Получается, когда мы с вами записали голос, можно еще выбрать показать текст и это еще параллельно будем тут читать, ну и т.д. В общем, одним словом, приложение диктофона обновляется и я вам рекомендую его установить. Еще проложение, которое у нас попадает под обновление, это проложение часы. Что тут видоизменяется? Это раздел с мировыми часами, теперь они у нас такого стиля, и плюс у нас появляется нормальный перевод, и в разделе таймер также у нас немножечко видоизменяется интерфейс. В целом и общем каких-то новых сверхфишек мы тут с вами не получаем, но опять же поиграться и получить новый стиль оформления, как в том же HyperOS 2, я считаю, почему бы и не. И еще дополнительно по мелким обновлениям у нас обновляется версия проводника. Если мы вот сюда с вами нажимаем, сразу смотрим версию проводника, 23.06.46. В целом и общем проводник работает также без всяких нареканий, новая версия, оптимизация и т.д. и т.п. В общем, все работает отлично. И также еще в Телеграме оставил свежую версию приложения галереи из HyperOS 2, вот она, но она на английском языке, поэтому учитывайте это. А также если вы меня еще спросите, где же найти HyperOS 2 AI субтитры, то вот они у нас находятся в самом конце, ставите, после чего диктофон и вуаля получаете умную расшифровку. В общем-то, друзья, это и все стоковые приложения, которые можно на сегодняшний день поставить на свое устройство Xiaomi. Да, хотелось бы новую шторку, хотелось бы там еще поиграться с разными возможностями из HyperOS 2 на более младшие HyperOS, но, к сожалению, у нас это не получится сделать. Ну, а если получится сделать, это будут очень такие кустарные костыльные методы, которые вам даже показывать не хочется. Так что все то, что можно поставить безболезненно на свое устройство, в этом видеоролике я вам и показал. Ну, а если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!